еще раз здравствуйте наш сегодняшний вебинар называется новинки аквалунг 2016 года проведу его я меня зовут юлия ульяничева отдел продаж что же готовит нам год грядущий мы сегодня посмотрим с вами презентации она будет не очень длительно это будет примерно 35 40 минут проходить плюс у нас вами останется время на вопрос у меня к вам будет просьба если вы хотите задать вопрос у нас есть специальная вкладка вопросы там их будет лучше видно и мы быстрее сможем находить именно ну вот нам присоединились новые участники давайте еще раз уточним качество звука и видеоизображение всем ли меня слышно поставьте пожалуйста знак плюс чат что у меня хорошо видите и слышите и мы начнем нашу презентацию так илья слышит хорошо остальные наши участники сейчас я думаю подтянутся так иван хорошо виталий хорошо дмитрий хорошо хорошо мы с вами начинаем первая новинка которая нас с вами ожидает в новом году это ласты закрытой пяткой аквалунг винт вообще аквалунг винт это новая ласта которая сочетает в себе характеристики модели ласты каравелла и модели ласты стратос 3 то есть если мы с вами посмотрим на следующий слайд то мы увидим что они в общем то довольно таки похожи при этом традиционные ласты каравелла как вам скорее всего известно являются самыми продаваемыми ластами закрытой пяткой на в наших продажах и пользуются наиболее хорошим спросом долгие долгие годы это были лидеры и топы продаж добрый день константин тоже вас наступающим с наступающими праздниками ну а также ласты винт взяли самые лучшие характеристики ласты стратоса третьего в итоге у нас с вами получилось в новых ластах новая эргономичная калоша другие материалы опысти сделаны из других материалов добавлены боковые ребра у них увеличена мощность и жесткость и также нас с вами есть внутри калоши насечки для большего удобства давайте посмотрим на них более детально но как мы уже говорили до калоши изменена это добавляет большего комфорта для ног и для ног собственно говоря у нас с вами выделен 3d логотип форме логотип форме 3d как я уже говорил внутри калоши есть подошва с носичками чтобы ласты не возили внутри есть естественный язычок для удобства надевания вас если посмотреть на обратную сторону вас то здесь мы с вами видим что у нас есть усиление на вставке на стопе также добавлены накладки против скольжения когда вы ходите властных дали был грубо говоря поднимаетесь по лестнице с понтона либо на корабль двухкомпонентная лопасть облегчает продвижение властных вперед при этом вам не нужно закладывать дополнительное усилие ноги прикладывать чтобы вы легко пробегались вперед но и усиленные боковые ребра они позволяют власти не скользить с поверхности воды что в общем-то добавляет эффективность им при плавании как на поверхности так и толще воды это у нас была с вами ласты закрытой пяткой аквалон квинт поставки у нас с вами будут в 2016 году это будет март-апрель этого года образцы мы с вами сможем посмотреть на нашем стенде на выставке москва дайв шоу а скажите пожалуйста вот среди участников кто планирует приехать на московскую на московской дайв шоу который будет феврале следующего года поставьте пожалуйста знак плюс в чат если вы планируете приехать на дайв шоу или знак минус если вы не планируете посещать это мероприятие либо не сможете так виталий спасибо вас тоже с наступающим вот у нас константин будет на выставке вид так юрий обязательно придет евгений придет александр это ли тоже придет но я смотрю что мы с вами все там сможем увидеться это хорошо илья приедет хорошо марина будет здравствуйте дмитрий будет но я очень рада что мы с вами сможем там живой пообщаться увидеться и много чего друг друга думаю интересного рассказать и заинтересовать пользуясь случаем напомню что в следующем году выставка будет идти четыре дня но начнется она в среду и закончится она в субботу а этом обращаю ваше внимание что немножко график этой выставки сметил сместился ближе к началу недели давайте вернемся к нашим ластам что же у нас с вами идет дальше ласты винт будут поставляться в трех цветах это ласты white arctic цвета line и нет blue будет несколько размеров будут детские размеры они начинаются с 27 30 шаг у них будет равен 3 но и закончится на 3 4 35 детские ласты будут поставляться в двух цветах это будет line и нет blue и взрослые размеры ласт они начнутся с 36 37 размера по 46 47 там будут присутствовать все три цвета ну и конечно же ласты винт как и ласты каравел если мы с вами посмотрим на линейку ласт аквалунга займут одно из мест самых демократичных по цене мы очень надеемся что продажи их будут не только не уступать а даже превосходить количество продаваемых раньше ласт каравелла давайте с вами посмотрим на следующий кадр в следующем году у аквалунга также появится новый компактный фонарь люмин hd но данный фонарик конечно как вы видите очень сильно похож на люмин x4 и на люмин x6 традиционный который подается уже довольно таки тоже много лет но он будет поменьше поуже и покомпактнее такой фонарик будет работать от четырех пальчиков батареек у него хороший свет 150 люмин у него узкий направленный кучок света в 11 градусов это сергей добрый день это легкий фонарь у него неплохая рабочая глубина но в общем-то при этом компактно как запасной очень хорошо будет идти фонарь люмин hd будет упакован в такой вот блистер на обратной стороне этого блистера можно будет видеть все характеристики этого фонарика и хочу обратить ваше внимание что батарейки комплект входить не будет фонарю ожидаемая поставка этого фонарика это март 2016 года хорошо константин я передам или викторами ваше персональное спасибо прошу прощения отвлеклась ожидаемая поставка март апрель 2016 года также как я говорил ранее все новинки будут доступны на нашем стенде на нашей выставке его можно будет посмотреть покрутить вживую 2016 году нас ожидают новые цвета в линейке товаров аквалунг они будут яркими интересными но сначала хотел вас поинтересоваться прежде чем мы продолжим скажите а вот в вашем снаряжении есть яркие цвета то есть вы используете какие-то элементы снаряжения довольно таки яркого ярких цветов если да напишите пожалуйста чат какие да это может быть там фонари ласты маска трубка затем что-то еще давайте посмотрим кто у нас что предпочитает или кто-то все-таки придерживается классики в черном вот роман ответил что вас то в основном использует у виталия это классика так константин ласты сергей гидрокостюм юрий стараясь выбирать яркая лимонная лучше видна воде на теле легче согласно илья красная маэс крыло и желтый ласты марис реку белый ласты трубки львов курихина покупать очень ярко но вот как раз тему наш новый слайд давайте посмотрим в 2016 году у нас с вами будет новый синий цвет присутствовать практически во всех моделях ласт масок и трубок он будет это такой приятный спокойно довольно-таки цвет но пока не очень яркий значит здесь у нас с вами будет почти во всех ластах почти во всех масках в трубках это будет три трубки с таким эти цветом это аквилон аквилон с клапаном и зефир но и такие же собственно гриле не таких же цветов будут прослеживаться и других элементах снаряжения так вот роман написал моностропа яркая нужна юрий пишет хотя покупатели просят черное дальше непонятно девочки выбирать надо по цвету в том комплект но девочки вообще надо странно все выбирают можно сколько угодно объяснять ребенку что вот этот костюмчик у вас из мембранного материала если он не розового цвета она любит только розовый заставить их купить красный практически нереально так юрий только а только да хорошо я поняла она только девочки выбирать надо по цвету в том комплекте ну да мы можем давайте посмотрим на следующий слайд в следующем году появится новый цвет hotline он будет идти в несколько меньшем количестве элементов снаряжения в ластах это будут только три модели экспрессу экспресс регулируемые и икшот и в масках это три маски микромаск инфинити вентура плюс комплекта будет два комплекта с таким цветом это фаула плюс зефир и лук плюс зефир хочу обратить до девочки странно но девочки разное бывает это мальчики значит хочу обратить ваше внимание что в регулируемых ластах экспресс начиная с следующего года они будут поставляться с пружинными ремешками на мой взгляд это более удобно чем решки и без по крайней мере больше дольше служит и лучше используется давайте посмотрим что же нас ждет дальше жилеты жилеты wave вроде бы с одной стороны вы менять уже нечего мы все его прекрасно знаем это хорошая рабочая лошадка но тем не менее аквалунговцы здесь решили кое-что изменить ну конечно помимо классического жилеты который используется очень хорошо во всех дайв-центрах и дайв-клубах да еще решили добавить два размера это размер 2x аэс и размер мл также хочу напомнить что в размере 3x аэс это очень маленький размер на детишек на подростков он также комплектуется брасовым ремнем то есть при желании можете подобрать и самому маленькому размеру сам маленькую вашему пользователю хороший жилет по-прежнему декольца по-прежнему нагрудный ремешок клапана как я уже сказал 3x с регулирует дополняется брасовым ремнем что добавится добавилась петля октопуса на плече вот здесь на мой взгляд это удобно добавилось по-прежнему остались карманы для октопса и карман для консоли добавилась интегрированная ручка для переноски жилета ну в общем то на мой взгляд тоже удобнее чем постоянно таскать за ремешочек скажите пожалуйста вот вопрос некоторое время тому назад я проводила вебинар анатоме жилетов компенсаторов аквалунг а если среди участников те кто его смотрел ну либо участвовал может быть поставьте пожалуйста знак плюс если вы смотрели этот вебинар анатомия жилетов компенсаторов аквалунг и минус если вы его не смотрели как дмитрий смотрел константин смотрел так юрий не смотрел мария смотрел сергей не смотрел но я смотрю есть те кто смотрел те кто не смотрел но тогда информация для тех кто смотрел не смотрел будет все равно одинаковые В этом вебинаре я говорила о том, что во всей линейке жилета по клалунг использовались плоские клапаны, кроме как жилеты вейп. Если вы помните, там большие такие плоские клапаны раньше стояли. Но вот начиная со следующего года клалунг меняет клапана на жилете вейп, и они тоже становятся плоскими и каплевидной формы. Таким образом, вся линейка жилета по клалунг теперь идет с плоскими клапанами. Если кто-то не смотрел, но есть желание посмотреть, на нашей закрытой части сайта есть запись этого вебинара. Если вы ее не найдете, то, пожалуйста, напишите вашему менеджеру на почту, и он вам сбросит ссылку на запись вебинара «Анатомия жилетов и компенсаторов Аквалунг». Константин, в онлайне не успевай, спасибо, что дэпс выкладываете. Пожалуйста, все для вас. Вернемся к нашему жилету вейп после небольшого отступления и продолжим дальше. Но, собственно говоря, как вы прекрасно знаете, жилет вейп прекрасно зарекомендовал себя как прокатный жилет. Он устойчив к цветанию, устойчив к потере товарного вида и прекрасен в эксплуатации. Жилеты Dimensions и Lotus появятся в новом своем образе в 2016 году. Но, как я говорила ранее, в анатомии жилетокомпенсаторов, в линейке этих, в линейке, которую я вам показывала, жилеты Dimensions и Lotus были только с системой интуитивного контроля по получите i3. В следующем году эти жилеты также будут выпускаться и с классическим инфлятором. Постепенно они заменят жилеты Libra и Balance и станут на их место по продажам. Давайте я вам напомню, что же было в этих жилетах интересного. Ну, пойдем сверху вниз, да, со спины как бы вперед классическим подходом. Образцы сразу, хочу сказать, придут на выставку. Их можно будет посмотреть, пощупать, покрутить перед собой и пообщаться по ним тоже. Значит, давайте посмотрим, что же у них есть. У них классический баллонный ремень используется. Есть карманы для несбрасываемых грузов, поворотные пряжки плечевые используются. Нерегулируемый по высоте ремешок нагрудный идет. Обращаю ваше внимание, что используется подвеска системы Rapture, которая заимствована из туризма. Она удобна тем, что когда вы одеваете жилет и подтягиваете одним движением, жилет садится по вашей фигуре практически идеально. Жилет как бы вас обхватывает, либо обнимает. Можно будет на выставке попробовать на себе. Специально мягкая подставка под поясницу присутствует на жилете. Два раскладывающихся кармана. Есть место для октопуса, петля для октопуса. Есть люверсы для ножа. Ну и, конечно же, интегрированная грузовая система Shourgook 2. Вот такой жилет у нас с вами заменит Libra и Balance. Примерно в это уже встанет ценовую позицию. Женские жилеты от мужских мало чем отличаются. В основном это размер спины и размер ключевых ремней. Ожидаемая поставка этих жилетов уже где-то январь-февраль в продаже. Ну и, конечно же, образцы на выставке будут. Постепенно мы с вами подошли к гидрокостюмам Махеи и Бали. На самом деле они не очень сильно поменялись. И в следующем году они будут в тонах повеселее, скажем так, поинтереснее. Ну вот, если мы посмотрим с вами на гидрокостюм Махеи более детально, то мы с вами увидим, что поменялась застежка на горловине, на липучке. Она теперь стала классические плоские швы. Есть мягкая вставка на горловине, которая добавляет комфорта. Есть гладкое покрытие на груди, которое предотвращает дополнительное попадание воды под гидрокостюм. Единственное, что здесь фотография не очень удачная, сказывается эффект фотосъемки. Мягкая окантовка манжет. Чуть-чуть изменено защитное покрытие на плечах. Есть крючок на бедре для шлема. Но и есть усиливающая вставка в основании волны, которая помогает предотвратить разрывы вместе с прикреплением волны к пояснице гидрокостюма. Гидрокостюм Махея – это неопрен, дублированный нейоном. И что здесь есть интересного? Сам неопрен не содержит полициклические ароматические углеводороды. То есть аквалонг начал применять другой способ изготовления неопрена. Как вы наверняка знаете, традиционно неопрен изготавливают из синтетических каучоков. Это хоропреновые, сиропутайдиновые. Они производятся путем полиримизации, переработки нефтепродуктов. Либо производятся из ацетилена, также полученного из продуктов нефтепереработки. Такой неопрен может содержать химические, полициклические ароматические углеводороды. Многие из которых являются сильными химическими канцерогенами и наносят вред окружающей среде. Но новый PH-3 неопрен, который будет использовать аквалонг в следующем году, он не содержит таких соединений. Он производится путем полиримизации ацетилена, полученного более чистым способом. Давайте посмотрим, как это осуществляется. На этом кадре мы с вами видим запись, что сначала получают кабрид кальция, сплавляя оксид кальция и кокс в электропечах при большой высокой температуре. Да, теперь все понятно сразу. Оксид кальция получают из карбоната кальция, далее карбид кальция обрабатывают водой. Но и в результате мы с вами имеем, что исходность сырье для неопрена является карбонат кальция в обычном названии. Это обычная известь. Как нефтодоксана, но все меняется. Вот в следующем году часть гидрокостюмов будет произведена из неопрена, полученного другим альтернативным способом более чистого ацетилера. Давайте перейдем к следующему кадру. Гидрокостюм Бали. Бали это трехмиллиметровый моногидрокостюм. Он достаточно эластичный, комфортный, чтобы его можно было использовать в других направлениях, не только в дайвинге. Давайте посмотрим более детально. Мы видим, что также изменилась застежка на липучке. По-прежнему у нас с вами классические плоские швы. Изменено напыление на запястье. Позволяет не крутиться прибором. Вы можете быть спокойны, что вам удобно им пользоваться. Мягкая вставка на горловине. Есть гладкое покрытие на груди. Препятствует проникновению воды. Мягкая конторка манжет. Защитное напыление на плечах тоже немножко видоизменилось. Есть усиление на пояснице. Ну и, конечно же, усиливающая вставка в основании молнии. Крючок наш для шлема находится на бедре гидрокостюма. Так же, как и гидрокостюм Махи, гидрокостюм Бали будет производиться из неопрена, полученным альтернативным способом. То есть, немножко поменяется. Ну и, конечно же, вслед за гидрокостюмом Махи и Бали немножко видоизменился шлем 3-х миллиметровый. Как вы видите, у него увеличена манишка. Она стала более удобной, на мой взгляд. Но и по-прежнему этот шлем унисекса для мужчин и для женщин. Есть небольшие светоотражающие вставки. И также пластиковое кольцо, чтобы вы могли прикрепить шлем к своему гидрокостюму. Я хотела бы задать вам еще один вопрос, пока мы перейдем к следующей презентации. Скажите, пожалуйста, а какими гидрокостюмами и сколько у вас их вы пользуетесь? Напишите, пожалуйста, ну, например, да, вы пользуетесь 3-х миллиметровым шорти. Допустим, у вас один моно-семерка и, допустим, один сухой триламинатный гидрокостюм. Давайте посмотрим немножечко на статистику, сколько гидрокостюмов у вас есть, сколько вы используете их, когда хвалываете. Так, да, лично. Лично вы, то есть не ваша группа, не Дарь Центр, не Докровичный, а Ирван, не Хубков за сетью. Хорошие показатели все идеи. Нет, не в клубе, имеется в виду вы лично, как пользователи именно у вас. Вот у Людмилы пишут 5 плюс 5, 3 моно-семерка, то есть 2 гидрокостюма. Так, у Сергея пишет, что 3-х миллиметровых для бассейна прохладновато. Юрий 3-х миллиметровых бассейна, 5-х миллиметровых сафага открытых. Ну вот смотрите, как правило, мы с вами видим, что... Так, у Сергея лично пятерка разобрались. Как правило, мы видим, что в основном всегда существует пару гидрокостюмов, да, чтобы мы могли их использовать в разных температурных режимах и в разных условиях территориальных погружений, да, скажем так. Вот у Дмитрия 3 сухарь, у Ли, у Ватерпрофс сухой неоприн, мокре 5,3, у Ли вообще полный набор гидрокостюмов, так, у Романа штаны плюс куртка 5 миллиметров, у Константина 3-х миллиметровые длинные, 5-х миллиметровые, ой, ну тут совсем много всего, даже в Уайкра, сухарь 2, Мы с вами видим, что у всех, как правило, есть несколько гидрокостюмов. Интересная статистика у нас с вами получается. Давайте вернемся к нашей презентации и посмотрим на следующий слайд. Здесь вы видите, давно вам известный гидрокостюм «Баланс Комфорт». Это модульный гидрокостюм. Он немножко тоже будет обновлен в следующем году. Но, как мы с вами прекрасно знаем, что температурный режим довольно-таки широкий в «Баланс Комфортер». И при этом он позволяет погружаться в принципе везде, в любых условиях. Ну, кроме, естественно, подлёдного погружения, либо в очень холодной воде. Здесь в гидрокостюме используется «Неоприн Суперстрейч» с покрытием «Ультраспан». Опять же, хочу сказать, что «Неоприн» теперь получается новым способом, из более числа ацетилена. И давайте на него посмотрим, что же он из себя представляет. Ну, быстро пробежимся, да, потому что все тут его, скорее всего, знают. Здесь указан гидрокостюм, какой он вообще бывает, как его можно использовать. И здесь приведут 4 варианта. Да, это просто монокостюм, это монокостюм со шлемом можно использовать. Можно использовать монокостюм плюс куртку-утеплитель. И также можно использовать 4 вариант, когда мы используем все, это и монокостюм, и шлем, и куртка-утеплитель. То есть, с балансом комфорта мы можем делать любую конфигурацию, отвечающую нашим требованиям. Если более детально посмотреть на гидрокостюм «Баланс комфорт», то в следующем году в нем мало что внутри поменяется. Это те же самые проклеенные двойные швы. Есть усиление в местах состыковки швов. Двойная обтюрация по-прежнему будет присутствовать и на запястьях, и на лодыжках. Эргономичные вставки облегчают одевание и движение в гидрокостюме. Молния будет идти защитной вставкой для предотвращения разрыва материала. Молния-джилок позволяет меньшему количеству воды проникать внутрь гидрокостюма. Будут усиленные наколенники. Защитное напыление немножко поменяется. Напомню, оно есть на плечах, на талии и на верхней части бедра. Антискользящее покрытие на запястье тоже немножечко поменяется, видоизменится. Также останется усиливающая вставка в основании молния. Ну и, конечно же, будут небольшие светоотражающие элементы. Ну, что еще можно сказать про него, про этот гидрокостюм, что поставка ожидается в апреле 2016 года, он придет на продажу. Доступные образцы будут, скорее всего, уже на выставке. На нашем стенде можно будет их прийти посмотреть. А так это довольно комфортно, мягкий гидрокостюм хорошо тянется. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас с вами Беринг Комфорт. Ну, как вы прекрасно знаете, это монокостюм 6,5 мм со встроенным шлемом. Он не сильно тоже поменяется в дизайне, останется в довольно-таки таком строгом тоже стиле. У него тоже хороший температурный диапазон. И все те же самые характеристики, как и у Баланс Комфорта. Ну, тоже свой гидрокостюм, который пользуется неплохим спросом на нашем рынке. Следующий слайд у нас с вами майки Лайкра. Но хочу вас сразу сказать, что в 2016 году они поставляться не будут. Просто я вам здесь показываю как новинки, как они есть. Они будут поставляться ближе к 2017 году, либо в начале 2017 года. Такая же майка, как и была раньше, но только единственное, что у нее добавлена молния, да, для удобства одевания и снимания. Ну, это мужские варианты майка Лайкра, как вы видите перед собой. Ну, женские будут вот в таком вот дизайне. Это что касалось майок. Еще раз хочу сказать, что поставки будут ближе к 2017 году. Видите, как мы с вами далеко заглядываем вперед. В следующем году компания Акваунг празднует свой юбилей. В следующем году ей исполняется 70 лет. Ну, и в честь этого события, этой даты, компания Акваунг выпустит уникальный регулятор, который будет сделан на базе легенды X-Supreme. Сейчас мы дойдем до подарков. Таких регуляторов будет немного. Будет заграничена серия, всего 70, 870 штук. Каждый регулятор будет иметь свой уникальный номер. На каждом регуляторе будет специальная лазерная гравировка нанесена. Ну, собственно говоря, вот в этой ограниченной серии регуляторов в честь 70-летия будут разыграны 7 выигрышных билетов. В комплект такому регулятору будет идти книга о путешествии сквозь 70-летий по истории компании. Но она небольшого формата, очень удобная и интересная. Также в комплект будет входить флешка, брелок с серийным номером. И среди платиновых билетов, которые будут разыгрываться, будет 7 билетов выигрышных. Каждый билет будет лежать в коробке с регулятором. На французском, не знаю, скорее всего, с дублированным английским. Прошу прощения, среди платиновых билетов будет 7 билетов выигрышных. Каждый билет нужно будет регистрировать в режиме онлайн на сайте Аквалонг. Ну и, собственно говоря, что же будет призами? Среди 7 выигрышных билетов будет поездка в лицу на двоих с посещением фабрики и дайвингом. Вот такие приятные бонусы у нас ожидают в следующем году, в год 70-летия компании. В следующем году у нас с вами появятся неопреновые носки Эрго 3 мм. А неопреновые носки Эрго 3 мм, они анатомического кроя, в них в ногах очень комфортно себя чувствовать. Но если посмотреть более детально, там будет мягкая окантовка, неплохой протектор на подошве, проклеенные швы. Поставляться они будут вот в таком вот высоком варианте, в 5 размерах. Поставки ожидаются тоже весна-апрель следующего года. Образцы тоже будут доступны на стенде. Ну и последнее, что у нас с вами осталось, это перчатки Liquid Grip 5 мм. Это новые комфортные мягкие перчатки, они имеют анатомический крой. Также на них нанесено защитное покрытие, которое увеличивает срок службы изделия. У них герметичные прорезиненные швы, что позволяет меньше проникать воды под него. Ну и мягкая окантовка для удобства их одевания. Ну если посмотреть на линейку 5 мм перчаток, встанут они примерно в серединку ценового диапазона. То есть вот они на саленте будут и здесь вот находятся. Я думаю, что подажи тоже будут довольно-таки интересные. Дмитрий, не совсем поняла, что значит 3 мм у мужчины, 5 мм у женщины. Это вы, наверное, не между кем-то или... Поясните, пожалуйста, свой вопрос, не совсем понятный из ваших комментариев. Или у вас сайт, может быть, чуть позже идет. Напишите, пожалуйста, поподробнее, что именно вы имели в виду. Так, ну ладно, пока Дмитрий пишет уточняющий вопрос. Собственно говоря, это все новинки, которые будут в 2016 году. Но, а я в свою очередь хочу вам сказать, что какие бы новинки, новые события нас бы не ожидали в следующем году. Хочется, чтобы они всегда были бы только для нас благоприятными. Носили бы нам положительные эмоции, как в моральном плане, так и в эмоциональном плане. Ну и, конечно же, в финансовом плане тоже. Если есть какие-то дополнительные вопросы, давайте с удовольствием на них отвечу. Отвечу, не готова что-то еще вам дополнительно рассказывать. Но, если вопросов нет, я прошу поставить тогда знак плюс в чат. Я буду понимать, что наш с вами вебинар всем принес хорошие положительные эмоции. И так, Дмитрий, я послушал вопросы в бассейне. А, все, я поняла. Хорошо, Дмитрий, спасибо, мы разобрались. Собрались. Да, вас тоже с наступающими праздниками еще раз. Мы хотим пожелать вам прежде всего счастья в новом году, здоровья, настроения. Потому что, как бы оно ни было, всегда хочется верить, что все будет хорошо. Спасибо вам большое за сегодняшний вебинар. И я надеюсь, что мы с вами всеми увидимся на выставке на Дракшоу уже вживую. С вами была Юлия Ульяновичева. Спасибо вам большое. До свидания.